Добрый день! Мы на этой неделе находимся в главе Шофтим. Маширобейну дает евреям подробное наставление о царе. Сказано, когда он, царь, воссядет на престоле своего царства, пусть запишет себе второй свиток этого учения с того, что у священников и левитов, и пусть тот будет при нем, и пусть он читает его все дни своей жизни, чтобы он приучился бояться Бога Всесильного твоего и соблюдать все слова этого учения и установления, чтобы их исполнять. Тут боялся страх – это ира, трепет. На иврите есть несколько слов, передающих слово «страх» на русском языке. На русском языке одно слово, а на иврите много. Но на каждый страх имеет свои оттенки. Так вот, ира – это больше трепет. Но две недели назад, в недельной главе Экиф, мы читали, и мы здесь говорили об этом, что Машей Рабейну говорит на пустынные слова евреям, перед их входом в землю Израиля. И говорит он, а ныне, Израиль, что Бог Всесильный требует от тебя, а только страха перед Богом Всесильным твоим. И здесь снова на иврите употребно слово «ира», хотя мы говорим «страх», здесь «ира». И мы говорили тогда, там, в недельную главу Экиф, что мудрецы на основании этих слов в трактате «Брахот» на 33-й странице Бет, можете проверить, делают вывод, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. И страх перед небесами на иврите звучит «ират шамаем». И это понятие «ират шамаем» его часто переводят как «богобоязненность». Это общеупотребимый такой термин – «богобоязненность». Но основана она на «ират шамаем», поэтому здесь такая игра слов, в ней будем чуть-чуть разбираться дальше. Я сегодня хотел бы сказать этих несколько слов как раз об этом понятии «ират шамаем» или «ират ашем», то есть страха или трепета перед Всевышним, как ее можно приобрести или этому научиться. Еще раз отрывок в нашей недельной главе, он звучит «И будет, когда воссядет на трон царства своего и напишет себе два свитка Торы, и будет оно с ними, и пусть он читает это во все дни жизни своей, чтобы учился страху перед Богом Всесильным твоим». Тора приписывает, что еврейский царь написал два свитка Торы. Наши мудрецы в трактате Талмуда Сангидрин говорят, что один свиток Торы помещался в царском хранилище, а другой был постоянно с царем. Таким образом, царь сможет постоянно изучать святые слова божественного учения, которые, по утверждению Торы, приведут царя к трепету перед Богом, или, как мы сказали, богобоязненности. Каким же образом частое чтение свитка Торы может привести к богобоязненности? Чтобы получить этот ответ, мы обратимся к словам книги Зор. Зор, как известно, это базовая книга Кабалы, и каббалисты утверждают, что эта книга была написана Раби Шиманом Бар-Яхаем Ражби во II веке христианской эры. Так вот, Зор определяет суд боязни перед Творцом, как страх перед Творцом заключается в том, что человек трепещет перед своим господином, великим властителем, основой и корнем всех миров. Из этих слов мы видим, что основа трепета перед Богом заключается в осознании, что он властелин мира. И мы помним, что основная цель выхода из Египта заключалась как раз в том, чтобы евреи познали эту основу. И, как сообщает нам сам Творец, говоря в книге Шмот, «И возьму вас мне народом, и буду вам всесильным, и познаете, что я Бог». Объясняет книга Зор, что эти слова являются первой заповедью, суд которой познать Бога, постигая, что он высший властитель, он создал все миры и небо, и землю, и все их воинства. И этому обучают нас Тора в повествовании о создании мира, о том, как Творец велел и направлял наших прадцов в рассказе о выходе из Египта. Также и заповеди, и запреты Торы учат нас, что этот мир, в котором действуют его и только его законы, Бог творец всего, и все, что происходит, подчинено его воле. Читая божественное учение, еврейский царь осознавал эти истины и тем самым достигал подлинного трепета перед Богом. Это осознание должно было помочь еврейскому царю не возгордиться перед своими собратьями, ведь он понимал, что не он является истинным господином, не он хозяин всего. Будучи царем, он лишь выполняет свою миссию, возложенную на него всесильным, наряду с другими евреями, которые выполняют каждую свою миссию, возложенную на него всесильным. И Тора снова и снова, с завидным постоянством, под разным соусом, хочет показать нам, что у этого мира есть властитель, хозяин, который управляет этим миром. И жизнь не хаотична, не случайна. Каждый еврей выполняет определенную функцию, возложенную на него хозяином этого мира. И жизнь имеет цель. Поэтому и грех, хэт, это буквально промах. Грех, это мимо цели, не туда. И сейчас, в преддверии Рошашана, дня суда, самое время подумать об этом еще раз. Ведь на суде Бог будет рассматривать и оценивать каждый сотворенный им объект, каждого человека в том числе. Как любой создатель оценивает свое создание в лавка, лето или космический корабль, он будет смотреть, как его создание соответствует цели. Тому, для чего он создан. Идет ли он, то есть каждый из нас, к цели своего творения? Или идет мимо, промахивается, грешит? И его решения предсказуемы. Если создание не соответствует цели, его нужно направить на верную дорогу. И тут инструменты нужны разные, в зависимости от степени отклонения. И так, чтобы понял, тут могут быть и просто подзатыльник. Ну, и если не понимает, то дойдет и до тяжелых ударов судьбы. Лоу-Алейну не про нас будет сказано. А если еврей движется правильно, то ему нужна помощь, поддержка, содействие. И тут тоже у Бога инструментов, слава Богу, хоть отбавляй. Только успевай принимать. Так в Рошашана, то есть в голове года у Бога рождаются решения, которые потом материализуются в нашу жизнь. По точной аналогии с любой мыслью, решение в нашей голове, яичница появилась и потом материализовалась. Поэтому-то этот день суда и называется не просто Новым Годом, как мы знаем у кого, а именно Рошашана, голова Года. На эту тему суда Рошашана, вынесением Богом приговоров нашей жизни на следующий год и так далее и тому подобное, можно глубоко принять для себя только при условии, что Бог – это царь царей, он хозяин, он творец и властитель мира. А это принятие автоматически вызывает трепет перед ним и ту самую богобоязненность. И сказал наш отрывок, говоря о царе, пусть он читает этот цвиток, который он напишет для себя и будет носить самой во все дни жизни своей, чтобы учился страху перед Богом всесильным твоим. То есть именно изучение Торы приводит к этому трепету перед Богом. И тем, у кого нет еще развитого этого чувства, нужно срочно сейчас уже за менее чем за 30 дней включаться и начинать учить заключительные главы Торы и принимать на себя решение в будущем, в 1783 году продолжить изучение. А тем, кто уже изучает, идет по пути приобретения качества богобоязненности, принять на себя решение увеличивать изучение на как минимум на 10, 15, 20 минут по сравнению с достигнутым сейчас временем. Но и тут важно отметить, что первый уровень богобоязненности – это страх наказания. Кто знает, тот его прошел, когда ты боишься, что у тебя секир башка. Ну, не дай бог, будут неприятности в бизнесе, со здоровьем, с детьми. То это первый уровень – страх перед наказанием. А трепет перед величием Бога – это следующий уровень. А за Ират Шамаем, уже за трепетом перед небесами, за перед Ашемом, Ират Ашем, есть два уровня любви к Богу. Они появляются с ростом ощущения благодарности за все, что Бог делает для меня, признанием, что Бог делает для меня самое лучшее, дает мне самое лучшее. И тогда я хочу выполнить его волю не из-за страха или по обязанности, а из-за благодарности и желания отдавать в ответ, что и есть любовь. И так выстраиваются удивительные взаимоотношения с Богом, теплые, близкие, не только как со строгим царем или властелином, хотя и милосердным, но и папой, со всеми вытекающими отсюда ощущениями. Но близость достигается через изучение, глубокое, многогранное познание Всевышнего, его воли, правил и законов устройства мира, его управление этим миром. Это большая и кропотливая работа, но она прекрасна. Брахав и отслагав нам всем, силы выносливости, и остаемся и дальше в поисках смысла. Продолжение следует...